25 лет заботятся о самом ценном. Четверть века на рынке страхования работает компания Реса Гарантия. В рамках юбилейной даты она дала старт в череде пресс-конференций в городах России. На данный момент Реса входит в тройку лидеров рейтинга страховых компаний РФ. За первое полугодие 2016 года выплаты организации по страховым случаям составили более 20 миллиардов рублей. Я хочу поздравить всех клиентов Реса Гарантия, особенно жителей Подмосковья, а также жителей Москвы, проводящих часть своего времени в Подмосковье с юбилеем компании. Реса Гарантия 25 лет. Это такой уже взрослый возраст относительно. Мы крепко стоим на ногах, мы хорошо работаем, мы стараемся удовлетворять все потребности наших застрахованных. По-прежнему первым в списке востребованных жителями России услуг остается полис автострахования. На втором месте будет страхование, как ни странно, не основной недвижимости. То есть это будет страхование загородного дома, дачи, чего угодно, только не квартиры, в которой человек не жил. И на третьем месте уже будет эта квартира страховаться. Ну и если дойдет дело, самые продвинутые, что называется, пользователи, они будут страховать здоровье, ну может быть жизнь. Причину того, что страхование жизни и здоровья остаются для россиян внизу списка приоритетов. Руководство компании видит в том, что из-за потери накопительной части страховки после распада СССР, многие люди испытывают недоверие к такому затратному виду продукта, как страхование жизни. Также на выбор влияет отсутствие налоговых льгот при накоплении взносов страховки, которые предусмотрены во многих развитых странах. На данный момент Реса Гарантия старается изменить ситуацию, предлагая виды страхования, которые могут заинтересовать жителей. Так, например, недавно компания выпустила вид медицинского страхового полиса, который позволяет лечиться за рубежом или в качестве более доступного варианта получить консультацию специалистов онлайн. Щелковская дирекция продаж компании является одним из лидеров медицинского страхования по Московской области. Здесь, конечно, на первом месте мы одни из лидеров по Подмосковью по продажам страхования жизни от несчастного случая. И я хочу сказать, что это благодаря профессиональной работе наших страховых представителей, страховых консультантов. Потому что все-таки лучше иметь запас для лечения в виде денежной компенсации, нежели тратить свои деньги на восстановление здоровья. Обсудили на пресс-конференции и такую злободневную проблему, как деятельность так называемых автоюристов. Финансовая схема поставлена на поток во многих регионах России. Автоюристы за определенное вознаграждение или процент от суммы, выигранной в суде премии, обещают страхователям, попавшим в ДТП, решить самые сложные споры со страховой компанией. Однако такое сотрудничество зачастую заканчивается для клиентов плачевно. Участники ДТП, продавая право обращения в страховую компанию, получают на месте аварии меньшие деньги, чем могли бы получить от страховщика. Ну а затем людям также приходится заплатить 13% подоходного налога с тех сумм, что выиграли в суде и положили в свой карман автоюристы. В некоторых городах это приводит к убыткам для компаний аж в 300%. В итоге приобрести полис ОСАГО становится практически невозможно. Такая ситуация сложилась уже в 14 городах страны. Единственным таким серьезным ударом по вот этому криминальному, совершенно без преувеличения бизнесу является натуральное регулирование. То есть, когда в случае ДТП, в случае при страховом событии, мы будем организовывать ремонт транспортного средства, так как мы делаем это при страховании красных. Если проблема с этим самым массовым видом страхования сегодня и завтра не будет решена, то я считаю, что наш рынок будет ожидать очень большой и серьезный кризис, потому что на сегодняшний день уже из сферы ОСАГО ушло порядка 40 компаний. Сейчас Госдума готовит поправки в законодательство, которые позволят в полной мере применять натуральное урегулирование в ОСАГО, предусматривая форму договора и ответственность не только для страховых компаний, но и для ремонтных станций. Также с 1 января все компании должны будут в обязательном порядке предоставлять электронный полис ОСАГО. Реза гарантия этот проект уже успешно реализует. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».